МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лотос – божественный цветок, образ которого известен каждому ребенку. Даже у нас, на севере. Но мало кто знает, как выглядят все остальные части этого растения. Где оно живет, как размножается, как борется за свое существование. И вот уж удивятся не только дети, но и многие взрослые, когда узнают, что тропический лотос живет у нас, в России. Как он к нам попал? И как выживает в наши трескучие зимние морозы? На эти вопросы можно ответить только там, где растет лотос. В натуре. Дельта – бесчисленные рукава и протоки, разбежавшиеся по тысяче островов в Волге. Здесь уже нет мостов. Их сносят паводками только паромы. На той стороне переправы мы встретили первые лотосы. Божественный цветок разбегается сам по всей долине. Ботаники заповедника показали нам редкие места, где еще каких-то 10 лет назад встречались лишь рубки и куртинки лотоса. А сегодня его заросли тянутся по берегам на сотни, сотни и сотни метров. Наталья, ну, судя по всему, лотосов здесь тысячи лет назад или 500 лет назад было значительно меньше. Недавно, 200 лет назад, малоледниковый период закончился. То есть идет глобальное потепление, и лотосов становится все больше и больше. Я правильно понимаю? Еще в начале 20 века вся заросль лотоса составлялась у четверть гектара в Дельте-Волге. Четверть гектара? Да. И в течение 20 века он постепенно с относительно небольшой скоростью наращивал свои площади. Но вот в конце 20 века можно сказать, что мы наблюдаем рекордные скорости и рывок. Вот эта заросль лотоса сформировалась практически за 8 лет. А ведь в 1853 году, отправляясь в свою знаменитую Каспийскую экспедицию, академик Карл Берр поставил себе цель – разыскать таинственный лотос, который, по некоторым сведениям, встречается в Дельте-Волге, описать и определить это растение. С огромным трудом Карл Максимович отыскал этот загадочный цветок, описал его, и местный лотос получил официальное название – лотос Каспийский. В мире известно еще несколько видов лотоса. Все они – жители тропиков и субтропиков. Но возникает вопрос – откуда здесь появился лотос? Кто его принес? Люди? Птицы? Или он как-то чудом сохранился, пережил ледниковый период? Петр Павлович, они же с камышом воюют. А вот кто кого? Я смотрю, камыш берега держит, а лотос в этого года не пускают. Вот кто сильнее-то, кто крепче? Ну, я считаю, что лотос сильнее. Лотос сильнее. Лотос? То есть он вот буквально на глазах отвоевывает. Он считается лотос такой аристократический, цветок. А он боец оказывается все-таки, да? Да. Борется за свою жизнь. Увидите, вот на глазах уже прорастание все больше и больше. Ага. Петр Павлович, а с чем связано-то? С чем? Соответственно, и уровень падает, и становится все жарче и жарче. С каждым годом. Для того, чтобы понять, что произошло, нужно для начала увидеть дельту Волги с высоты птичьего полета. Узнать, что она собой представляет, как образовалась и как развивается. Дельта Волги – это ворота Каспия. Колоссальная территория в виде треугольника. Прибрежная сторона около 200 километров, а вершина треугольника около 80 километров. Но Каспий, куда впадает Великая Русская река, то наступает, то отступает. Сейчас мы наблюдаем глобальное потепление климата. Соответственно, Каспийское море отходит. Мелеют протоки дельты, они называются ереги. Образуются озера, ильмени или култуки. И, в свою очередь, мели, зарастающие тростником, быстро превращаются в новые острова. Это и есть те самые райские условия для лотоса, которые он ждал не одно столетие с истинно восточным терпением и мудростью. Все знают прекрасно огромные, красивые цветки лотоса. Все знают белоснежную кувшинку, немфею. А это, между прочим, тоже очень любопытное растение. Немфейник щитолистный. Почему щитолистный? Ну, листок у него действительно напоминает щит древнего воина. А цветки очень похожи на огуречные, правда? Немфейник – это всего лишь далекий родственник немфеи, всем хорошо знакомые кувшинки. Но она вовсе не родственница лотоса. У лотосов совершенно иные листья, иное строение цветка и, главное, ни на что не похожая семенная коробочка с орешками. Давайте сейчас произведем такую частичную ампутацию, для того, чтобы посмотреть, как он устроен, что у него внутри. Я думаю, что ничего страшного, да, если мы что-то срежем. Ну, вот с листа начнем, с надводного. Крупные сосуды, млечный сок. Они нужны для того, чтобы поддерживать давление сока в листьях. Иначе оно улыбает. В наших засушливых условиях, да. Понятно. Едем дальше, берем молодую коробочку. Вот, отрезаю кусочек. Смотрим, что внутри. Это коробочка, семенная коробочка. А тип плода – это орех. Обычный орех. Да. Так, вот это вот орешек. Вот он, наш орешек. Именно поэтому лотос называется орехоносный. Да. Прошу, препарируйте. Сделаем разрез. И посмотрим внутри. Когда едят, снимают шкурку. Да, вот он внутри, видно, зародыш. Ярко-зеленый. Да, вот будущая петелька листовая и корешок. То есть это уже сложены листики внутри и корешок? Да. В толще придонного ила залегают корневища лотоса. Они отрастают с необыкновенной быстротой, переплетаются в тесные подземные клубки и разбегаются во все стороны по прогретому мелководью дельты. Из подземных почек корневищ прорастают многочисленные побеги. И получается, что все вот такое поле лотоса огромное до самого горизонта. Ничто иное, как один единый разросшийся организм. А как же лотос умудряется выживать здесь в 40-градусные морозы, когда все промерзает? У него что там, антифриз корневища? Корневища у лотоса очень богаты крахмалом. Именно благодаря этому, кстати, они служат любимой пищей для кабанов, например. Так люди едят. Да, во время войны у нас спасались, благодаря корневищам лотоса в том числе. Я слышал, что чилим тоже спасал людей. Чилим орехи сами высушили, перемалывали в муку и пекли лепешки. Водяной орех чилим частенько встречается рядом с лотосовыми плантацией. Но в самой гуще лотосовых побегов не растет вообще ничего. Лотос активно подавляет любых конкурентов. Если он захватывает территорию, то быстро становится ее единственным и полновластным владыкой. Но возникает вопрос. Откуда появились здесь самые первые лотосы? Версия номер один. Эти растения – остатки реликтовой доледниковой флоры, чудом сохранившейся до наших дней. Так ли? Одна из самых популярных версий как раз состоит в том, что лотос в Астраханской области – это реликт. Это вид, который тут был еще со времен доледникового периода. Еще динозавры любовались, да? Ну, наверное, да. Ну, а как вы считаете, эта теория правдоподобная? Вы к ней склоняетесь? Спрошу прямо. Вы знаете, мне ближе всего как раз эта теория. То, что лотос на нашей территории сохранился как раз еще с того периода до ледникового. Понимаете, все хотят иметь какой-то собственный уникальный вид, поэтому наш лотос называют лотос каспийский. Да. А генетические исследования показывают, что он абсолютно идентичен орехоносному. Версия номер два – птичья. Некоторые ученые предполагают, будто бы лотос попал в Астрахань с перелетными птицами, которые принесли его семена в своих желудках из теплых краев. Герман Михайлович, ну, чисто теоретически, может гусь проглотить орешек лотоса где-нибудь в Южной Азии и принести его сюда, в Дельту Волги? Полагаю, что нет, поскольку Южная Азия территориально не связана с Дельтой Волги миграционными путями. Поэтому гуси, которые у нас живут, они не летают в Южную Азию, во-первых. А во-вторых, настолько длинный путь и настолько быстро идет пищеварение, что проглотив этот орешек, она далеко его не отнесет совершенно однозначно. Что ж, отвергая птичью версию, мы не отвергаем участие птиц в расселении лотоса по Дельте Волги. Ну, все-таки ведь и гуси, и лебеди едят не только семена лотоса, не только орешки, правда? Но и какие-то другие части растения. Ну, корневища являются основным-то, в общем, кормом для лебедей-кликунов и для серых гусей. А у меня два вопроса сразу возникают. Первый вопрос, во-первых, до корневища надо достать, это здесь он на мелководье. А бывает, что там и погрудка будет. Там, где погрудка, естественно, они не доставнут корневища. Они доставнут только там, где они могут, на глубина не превышает, там, 30-40-20 сантиметров. Вот здесь сухо, они, естественно, не могут копать, доставать корни. Иными словами, гуси и лебеди, частично прореживая плотные сплетения корневищ, помогают лотосу, омолаживают его куртины. Но ведь кроме друзей у лотоса еще есть непримиримые враги. Самое агрессивное растение дельты Волги – это тростник. Тростник подавляет все другие растения. Он стремительно захватывает огромные пространства и единолично контролирует их. Но посмотрите, что случилось. Упал уровень воды, изменился климат, стало теплее. И тогда лотос показал, на что он способен. Это была жестокая схватка. И что мы видим теперь? Ведь лотос может расти не только по пояс в воде, он может выходить на сушу. Точно так же, как и тростник может спуститься в воду и расти по пояс в воде. Но лотос его сюда не пускает. Точно так же, как тростник не пускает на сушу лотос. Хотя лотос все-таки сильнее. Вон, посмотрите, в зарослях тростника еще кое-где видны листья лотоса. А вот среди зарослей лотоса ни одной тростинки вы не увидите. Ну, а теперь о том, как удается лотосу выживать в кромешном пекле лета. Плюс 40 в Астрахани далеко не предел. А на этот счет у него есть своя защита. Представьте себе, если вдруг прошел дождь, то ведь каждая капелька, которая осталась на листочке, работает как увеличительное стекло, и на листовой пластине остаются уродливые ожоги. Лотос покрыл свои листья восковым налетом. Если вы его пощупаете, он словно резиновый. Как только пройдет дождь, как только вода попадет на листик, она моментально скатывается. И никаких ожогов. Но и это не все. Для терморегуляции собственного организма в условиях постоянных перепадов температур ведь нужно еще иметь гибкий механизм. Плохи шутки с астраханским солнцем. Но у лотоса прекрасная и надежная терморегуляция. Кстати, в некоторых книжках пишут, будто бы даже в холодную погоду внутри бутонов у лотоса температура поднимается за счет очень сложных химических процессов. Но насколько надежная система терморегуляции у этого растения, мы сейчас проверим. Этот прибор называется термосканер. Он нам покажет точную температуру и внутри бутона, и снаружи, и снаружи цветка, и внутри цветка, и какова температура листьев. Ну, с чего мы начинаем? Начинаем с бутона. Так. Сколько у нас? 29,8. Закрытый бутон. Теперь мы его должны срезать и посмотреть, какая температура внутри. Так. Жалко, конечно, но в интересах чистоты эксперимента придется это сделать. Тридцать и четыре. Теперь посмотрим раскрывающийся бутон. Тридцать и девять снаружи. Внутри. Внутри, как у меня, тридцать шесть и шесть. Посмотрим лист. Листовая пластина. Так. Тридцать шесть и девять. Подсолнечными лучами. А исподняя. Тридцать два и пять. Та часть, которая смотрит на воду. То есть что получается? Получается, что у лотоса действительно очень надежная система терморегуляции. Очень низкая теплопроводность листьев. Мало того, у него еще и водяное охлаждение. Он качает воду из речки и за счет активного испарения воды на листовой пластине сам себя остужает. Видите, как приспособился лотос к пеклу. Ну, а что касается температуры внутри бутона в холодную погоду, которая, дескать, подогревается за счет сложных процессов, я вам по секрету скажу одну вещь. Когда наливается бутон лотоса, то там, где он растет, просто не бывает холодов. Ни днем, ни ночью. В это время года. Ну вот, мы с вами наглядно убедились, что у лотоса отлично работает система водяного охлаждения. Вода-то ведь всегда прохладнее, чем воздух. Тем более, что он качает воду со дна, где она просто не успевает прогреваться даже в самую жару. У растений бывают корни, а бывают корневища. Корневище очень длинное. Оно змеится под землей. И, кстати, у лотоса корневище такое длинное, что его даже занесли в книгу рекордов Гиннесса. Оно бывает протяженностью несколько сотен метров, а иногда даже несколько километров. Корневище лотоса – это подземный побег. Но сейчас я превращусь в гуся и попробую, или в лебедя, и попробую откопать кусочек корневища лотоса. Вот тем самым гусиным способом. Сначала я баламучу воду. Нелегко-то забачу, между прочим. Там уже вот такой твердый ил. Этот ил цементирует корешки лотоса. Да, нелегкая-то задача. Вот, вот. Тут, кажется, стоп. Плохой, конечно, я гусь. Плохой лебедь. Но, между прочим, именно корни лотоса, корневища лотоса, не дают погибнуть зимой этим птицам. Это их основной корм. Вот, видите, уже какая глубина. Лебедю на обед, наверное, этого мало, но достаточно, чтобы рассмотреть. Видите, как устроен этот подземный побег? Вот это вот – это корень, а вот это – корневище. Внутри у него крупные-крупные сосуды, по которым движутся жизненные соки. То есть, перед нами, если учесть, что вот это все, все эти заросли – это один, единый, живой организм, то под землей настоящий трубопровод. Все это соединено между собой, и все это – сложнейшая, огромная система. Что ж, у нас с вами остается еще и третья версия. Может быть, и правда, лотос принесли сюда буддисты. Ну, во всяком случае, академик Карл Максимович Берр вполне серьезно выдвинул эту версию. Буддизм-то сперва распространялся на запад от Индии, как раз в эти края, и лишь потом уже двинулся на юго-восток. У всех буддистов лотос – цветок священный. И, конечно, монахи-переселенцы могли привезти с собой посадочный материал, чтобы культивировать лотосы где-нибудь возле своих храмов. В пользу этой версии, кстати, говорит еще одно наблюдение, которое мы… которое мы проверим завтра утром. Ну, так и есть. Обратите внимание, у лотосов целых целехоньких все листья, все лепестки. Вокруг растения сплошь изъедены вредителями – моллюсками, личинками насекомых. Вон, у немфей листья в дырках. Челим поеден. У каждого растения свой специализированный вредитель, который входил во вкус тысячелетиями. А у лотоса специализированного вредителя нет. Ну, вот и взлет. У лотоса есть много съедобных частей даже для человека. Во-первых, это корневище. Нежное, вкусное, сладкое, крахмалистое и очень питательное. Ну, здесь как-то это не в традиции, а вот в Южной Азии, пожалуй, во всех странах едят корневище лотоса и во Вьетнаме, и в Камбодже, и в Китае, и в Индии. И, кстати, то, что здесь не распробовали лотос, говорит как раз о том, что, скорее всего, это интродуцированный вид. То есть лотос сюда занесли, и люди просто еще не распробовали этот деликатес. То есть культура, недавно занесенная в биотоп людьми. Может быть, за такое короткое время, ну, что там несколько столетий-то? Никто просто не успел распробовать лотос? Я читал, что китайцы проращивали вот такие орешки, которые пролежали полторы тысячи лет. Да. То есть полторы тысячи лет. А как этот зародыш умудряется не высохнуть за полторы тысячи лет и сохранить свою жизненную силу? Ну, вот сейчас орех так называемой молочной спелости. Потом будет молочная восковая и восковая. Кожура станет очень плотная, деревенистая, которая практически сохранит там внутри и питательные вещества, и влагу сохранит. И вот эта вот оболочка позволит ореху вылежать с пирамид и потом прорасти. Вот какой интересный лотос. Посмотрите-ка, наверное, в книге рекорды Гиннесса он числится сразу по нескольким номинациям, да? Непременно. Особенно много возле лотоса всевозможных крачек. Здесь водятся белощеки, черные, белокрылые и крачки-чигравы. Эти миниатюрные кузины всем известных чаек держатся стайками и не так пугливы, как другие птицы, поскольку всегда могут положиться на отличную реакцию, умению быстро взлетать и маневренность. Все крачки – прекрасные, неутомимые летуны, покрывающие гигантские пространства. Полярные крачки, например, проводят всю свою жизнь в бесконечных путешествиях от Северного полюса к Южному и назад. Коробочку, слава Богу, легко сорвать. Итак, почему же он называется лотос орехоносный? А потому что внутри семенной коробочки, похожей на лейку, на носик от лейки, от садовой, действительно сидят орешки. Они потом вываливаются, плывут по течению, медленно тонут и таким образом разносятся от материнского растения. А теперь я вам покажу самую главную, самую съедобную часть. Вот смотрите. Это лейка в стадии молочно-восковой зрелости. Как раз то, что едят. Разламывая пополам, видите, какие орешки? Очень похожи на наши дубовые желуди. Но в отличие от желудя, который вяжет во рту, этот орешек очень вкусный, съедобный. Он напоминает, ну, наверное, горох, да, зеленый горох, свежий, или нежный орешек лещины или фундука. Режу лотос пополам и демонстрирую вам орешек в готовом виде. Вот таким его и едят, очистив от шкурки. В Одиссее Гомера упоминается даже племя лотофагов. Чужеземцев, попавших на их остров, они кормили божественно вкусными семенами лотоса. И те, вкусив угощение, забывали обо всем на свете, родных, о близких, о родине и оставались на острове навсегда. Ну, конечно, плоды этого тропического цветка не настолько вкусны, но, вкусив красоту лотосовых плантаций дельты Волги, действительно забываешь обо всем на свете. И страшно хочешь вернуться сюда как можно скорее. Ну, подведем итоги. А вам какая из трех версий появления лотоса в России кажется наиболее вероятной? Птицы? Ну, это первые кандидаты на вылет. Остается две другие. Это буддисты и остатки доледниковой флоры. Одна более романтическая, вторая более реалистическая. Но в любом случае, согласитесь, мы с вами живем в эпоху феерического возрождения лотоса. И теперь наша задача сохранить это живое чудо не только в наших душах, но и в живой природе. До встречи в натуре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok